Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Неужели все понятно? Ну, думаю, что эндокринологи просто эту тему знают лучше, чем то, что представляли вы, думаю, что точно. Ну, может быть, подумайте, что-то еще осталось? Уважаемые коллеги, вот у меня такое впечатление, что сахарный диабет имеет удивительное такое вот качество, как махаон. Он меняет цвет, и в этом случае мы прекрасно понимаем, в начале заболевания, когда нет еще сосудистых поражений, его надо держать очень жестко. Я с вами совершенно прав, согласен с вами, что интенсификация должна быть очень выраженная. В последующем все равно, мы прекрасно понимаем, мы не открываем вечный двигатель, его не существует. Физика подтвердила, что вечного двигателя не существует. Таким образом, мы должны просто продлить жизнь человека качественно. В целом, у нас какое-то осложнение, да, какое-то осложнение. Мы тогда должны понимать, что стратегически мы должны поменять свое поведение. Не идти опять по тому же самому пути, а уже поменять поведение. В этом случае мы к чему приходим? Что если пациент имеет только нарушение липидного обмена и риски гипертонии, то мы не предлагаем вам назначать только один ситреглептин. Пожалуйста, вы можете любой ингибитор ДТП-4 назначить. Мы должны понимать, что риски гипогликемии будут провоцировать эту ситуацию в отношении аритмогенной смерти. Но как только мы входим в ХСН, начинаем говорить о том, что совсем другая стратегия должна быть. И все-таки ни у кого не родился вопрос? У меня один из самых вопросов. Вообще, мы обсуждаем сейчас очень активно лечение больных хронической сердечной недостаточности с сахарным диабетом сразу же начинать с трехкомпонентной терапии. Вот как вы считаете, логично это или нет? Например, метформин, ингибитор ДТП-4, ситреглептин, плюс ингибитор СИДЛТ-2, эпофагелозин. Вот эта идея у нас уже крутится полгода. Мы, конечно, боимся, как кардиологи выступить, потому что трехкомпонентная терапия все-таки для кардиологов сложна. В разделе кардиологии, вы знаете, сейчас поле пилюли начинается очень модно. Мы начинаем очень часто назначать. Вот как эндокринологи к этому отнесутся? Вы знаете, вопрос очень важный и очень интересный. Я вот в своем докладе тоже пыталась все время возвращаться к патогенетически обоснованной терапии. Все-таки мы знаем, насколько это важно, кроме самого факта достижения гликемического контроля. Эта комбинация, о которой вы говорили, она и с этой точки зрения очень привлекательна. Метформин, ингибитор ДТП-4, ингибитор СИДЛТ-2. Но, безусловно, следующий аспект с позицией уже достижения тех целей, которые стоят у пациента с хронической сердечной недостаточностью, тоже скорее да, чем нет. Потому что мы тут видим, какие данные были получены в исследовании ЭРО, и здесь мы тоже должны это, безусловно, учитывать. Поэтому, да, и может быть, только как для эндокринолога, все равно для меня остается один вопрос. Потому что кардиологи вот в этой своей концепции, как мне представляется, даже часто стали говорить не так, причем здесь вообще ваша гликемия? На этом этапе она вообще уже не имеет значения. Почему приемы очень? А? Теобразные кривые мы во слое принимаем очень. Ну, по крайней мере, может быть, меньшая значимость этого гликемического контроля. И даже говорят, что мы, как эндокринолог, я говорю, а, допустим, есть ли с позиции поддержания гликемического контроля к этому реальная цель? Нужно ли интенсифицировать до трех, если на двух, например, было хорошо? И кардиологи тогда говорят, что, а мы других целей, нам очень важны все другие эффекты, и мы этого хотим. А ваш вот гликемический контроль здесь вроде бы уже и не так важен, и поддерживают концепцию безопасности, говорят, что с позиции риска гипогликемии эта комбинация не несет в себе подобного потенциала. Потенциала, да? Метформин, ингибитор ДПП-4, ингибитор СГЛТ-2. Но вот меня, как эндокринолога, все равно немножечко, как говорится, вот этот вот момент чуть-чуть смущает. Почему? Потому что и в моих сегодня, кстати, слайдах это было, что да, в рамках многокомпонентной комбинированной терапии, даже на препаратах, которые вроде бы несут в себе эти риски, риски гипогликемии все равно увеличиваются. Но вот только с этой точки зрения. Но сейчас же ретиницированные исследования, да, которые без диабета, ингибитор СГЛТ-2, конечно, может быть, мы будем больше знать. Ну, если можно, я продолжу, Нина Александровна, я полностью согласен, очень хороший вопрос. Да, ну, единственное, хочу сказать, сейчас была клиника-антомическая конференция городская, да, и разбирали очень такой интересный случай, девушке 15 лет, и причиной смерти была анорексия, невроза, то есть нервная анорексия. Вот, там, в общем-то, много бились, много говорили, поэтому действительно очень интересно. С одной стороны, человек, как бы, скажем, естественным путем отказывается от питания, вызывает рвоту, таится одно-другое, попадает в сложную ситуацию. С другой стороны, мы имеем диабет второго типа, где, кажется, 90% случаев это избыточное ожирение, да, и человек мало того, что не думает, как похудеть, он, наоборот, наращивает массу тела. К чему я так говорю? Потому что диабет второго типа из-за этого имеет эволюцию течения, вы прекрасно это знаете, и когда у нас есть диабет второго типа, мы всегда должны, в начале заболевания, когда только-только, вот, человек просто, ах, у меня диабет, он должен услышать, что, кроме того, что есть диета, физнагрузка, и параллельно сахароснижающие пероральные препараты, однозначно, на каком-то этапе, рано или поздно, возможно, появится необходимость в инъекционной терапии. И на этом этапе вот эта возможность комбинировать, если раньше было два препарата, и потом уже инсулин шел однозначно, да, этими препаратами был манинил с метформином, вот именно манинил с метформином, да, на каком-то этапе, то сейчас выбор настолько велик, что, так скажем, терапевт и врач общей практики в этой схеме, конечно, он путается. И, конечно, представляется наиболее актуальным, наиболее интересным вот это тройное сочетание, два ингибитора с метформином, да, некоторые пытаются даже сюда внести какие-то новшества, чтобы метформин был пролонгированный, да, чтобы ингибиторы тоже один раз в день, и тогда все красиво. Утром принимаются три таблетки или две таблетки одна, сексированной комбинацией, и весь день, как говорят, свободен. Очень важный вопрос – это все-таки выбор препаратов. Вот не абы какой ингибитор, а все-таки проверенный ингибитор. С одной стороны, ингибитор ZP4, который каким-то правильным образом сочетается с сердечной недостаточностью, то, о чем вы говорили, да. А второй момент – ингибитор SGLT2, у которого доказана эффективность в плане снижения риска сердечно-сосудистой смертности. Я не буду идти дальше, потому что тогда сразу перечень этих препаратов, он сужается, и мы видим только достойные кандидаты, которые входят в это трио. Почему трио? Почему не четыре, почему не пять? Если кто-то помнит, раньше называлось, было такое понятие «смертельный квартет». Красиво рисовали, и так все было просто. Потом было понятие «угрожающий актет». Это очень любит Александр Сергеевич показывать. Вот это все, потом все всплывает, кто-то когда перемещается, на что мы действуем. Сейчас, вот самая считается фишка этого сезона, это когда показывают слайд с десятью участников патогенеза, и каждый препарат где-то что-то по-своему действует. На мой взгляд, очень важный момент, что мы выберем вторым препаратом. Вот здесь, на мой взгляд, это не столь, я личное мнение говорю, принципиально один или другой, потому что вопрос решается просто. Для меня, как для организатора здравоохранения, это в доступности препарата. Что говорит о препарате, которого, ну, мягко скажем, заказывается на большой регион, там, пять-шесть тысяч, которые просто расходятся вот так вот, знаете, вот это все. Поэтому, если доступность, кажется, большая, то тогда уже можно как-то выбирать. Если доступность маленькая, то исходя из того, что более доступен. Но важно именно сделать вот этот второй шаг. Второй шаг сделал, и потом делай третий шаг. И, на мой взгляд, вот о чем мы говорим, на мой взгляд, что 90% наших больных через какое-то время будут получать тройную комбинацию. Здесь, конечно, есть еще тоже наши друзья из другой группы. Это агонисты рецепторов ГПП-1. Да, здесь тоже очень хорошие данные. Тем паче, когда сейчас приходят на смену, скажем, обычным агонистам рецепторов, пролонгированный рецептор, это и семиаглютит, это и дулаглютит, это и ксенатит лар. И, конечно, считается, что раз в неделю очень резко этот способ приема повышает комплоентность больного. Плюс еще, конечно, позитивные плеотропные эффекты. Это влияние на артериальное давление и, конечно, на массу тела, на липидный спектр. Вот в отношении влияния на давление. Вот те цифры, которые приводят, ну, там пускай 2-3 миллиметра снижается систолическое давление и там 1,5 миллиметра диастолическое давление. И, Георгий, как Вы считаете, это что? Как говорят, погрешность метода или это очень важно? Вы знаете, мы кардиологи такой степени трясемся над этими миллиметрами, когда происходит смещение на 1-1,5 миллиметра, мы считаем, что это революция. Потому что, на самом деле, мы должны прекрасно понимать, 2 миллиметра систолического артериального давления это увеличение риска инсульта на 10% и инфаркта миокарда на 6%. Таким образом, совершенно логично. И для Вас даже метаболический синдром, я говорил, 2 миллиметра тут на столбах и увеличение развития сахарного диабета. То есть эти 2 миллиметра, они очень важны. Поэтому, когда мне говорят, снижение уровня артериального давления на 1,2 десятка, 1,6 десятка, я думаю, господи, без денег-то с помощью лекарства эндокринологического мы получаем плюс еще какое-то снижение артериального давления. Это просто замечательно. Спасибо. Это очень важный аспект. Я специально это подчеркнул, потому что тут был в аудитории эндокринологов, один такой маститый эндокринолог сказал, ну это так, вот тонометр, там грушу нажимаешь, там еще что-то такое, что там 2, 3, четко проскакивает. Но человек уже давно, ну, как бы, сахар не нажимал грушу, да. Да, и уже вот, да. Это очень важный аспект. Второй аспект – это снижение массы тела, несомненно. Это тоже потребность и в гипотензимных лекарственных средствах, и потребность в сахароснижающих, и у нас в статинах, потому что элипидно-объем начинает лучше стабилизироваться. Поэтому совершенно логично, более физиологичные сахароснижающие препараты, они становятся более приоритетны и для больных с сердечно-сосудистой патологией. Спасибо. Спасибо. Ну, наверняка вопрос безопасности тоже стоял. Да, конечно, мы это обсудили. Здесь это святое. Вот. Но я хочу сказать, когда вот мы говорили тройная комбинация, как-то мы говорили про идеальный, может быть, случай, когда у нас больной, вот, пришел сейчас, начинает получать метформин, мы подбираем дозу метформина. Правда, есть ли у него какие-то противопоказания к метформину, а таких 8-10 человек, вот как-то так, процентов, не больше. Может быть, некоторые называют цифру 12, ну, некоторые начинают говорить цифру 30, но если 30, это значит, метформин подбирается исходно неправильно. Сразу дали ему, говорится, 2,5 миллиграмма, ну, и смотрят на все побочные возможные эффекты. А вот если вы начинаете подбирать 500 миллиграмм один раз вечером, так, говорится, после стакана кефира, то, как правило, все эти, говорится, нежелательные явления проходят достаточно быстро или вообще их не возникает. Это первый момент. Второй момент, то, что второй препарат, когда мы убираем, потом третий, один ингибитор и другой ингибитор, но есть группа людей, которые уже у нас идут на метформине и на сольном мочевине. Вот это люди, они, кажется, действительно уже прошли большой путь. Они, значит, лечатся уже не менее пяти лет, и мы понимаем, что уже у них, кажется, возможно, что вот эта относительная инсулиновая недостаточность переходит в фазу абсолютную, которую можно перекрыть только добавление инсулина. И вот здесь, на этом этапе, надо, может быть, найти им пока еще, может быть, на какое-то время, ну не то, что альтернативный, а правильный путь, и у нас есть возможности, а, уменьшить дозу кристейл той же самой суфальной мочевины и назначить тот же самый ингибитор ДПП-4. То есть что, почему это не делается? В силу какой клинической инерции? Это же не инъекционная терапия. Вот я считаю, что вот это здесь мы где-то, может быть, немножко недоработаем. Как Вы думаете, Елена Александровна? Да, я много времени посвятила своему докладу клинической инертности, и мы даже разбирали, как говорится, причины ее со стороны врача, со стороны пациента, система здравоохранения, но часто, так сказать, врач все равно от знаний, мне кажется, эндокринологи неплохие демонстрируют в этом отношении, но мы говорим о том, что от момента «знай» до момента «сделай», все равно, наверное, есть какая-то дистанция, и почему-то не делают. Я все-таки хочу… И даже пытались найти оправдание, что, может быть, результаты исследований, мегаисследований, показавшие опасность интенсификации, в чем-то нас останавливают. Но все-таки здесь же выводы совершенно четко, что это разные категории больных. Вы знаете, я хочу защитить все-таки врачей. У вас, у эндокринологов, ситуация довольно-таки сложная. Пациент с сахарным диабетом приходит, и он уже подспудно понимает, он должен все получить бесплатно. И обратите внимание, это все равно является для России инерционным фактором. Потому что когда пациент с гипертонией или с хронической сердечной доставкой приходит ко мне, я ему говорю, ты можешь получить это лекарство за 3 копейки, и можешь получить за 800 рублей. И раскладывая ситуацию, я говорю, что это лекарство не только безопасное, но намного эффективнее. И тогда пациент может решить для себя. Он понимает, что это платно и это платно. И бесплатно он ничего не может получить. Потому что он не в декретированных группах. У больных с сахарным диабетом логика, вот когда мы сейчас сталкиваемся, тоже начинаем говорить, а вот такое-то лекарство есть. Он говорит, ну я спрошу эндокринолога, если он мне выпишет, значит тогда я буду принимать. Таким образом эндокринолог очень тяжело в нашей стране. Я прекрасно понимаю, мне вас очень жалко. Потому что придя на работу, и вам говорят, вот два рецепта на месяц хороших лекарств, вы не знаете уж куда их ссунуть, куда нас начать. Но вы знаете, все равно, как говорится, мнение пациента, которое формируется, оно все равно во многом зависит от, мне кажется, врача. Все равно как врач. Ну конечно, если, конечно, врач очень современный, и он даже несколько актер, то пациент готов будет платить за лечение. Это уже второй шаг. Обратите внимание, это второй шаг. Надо определить, что лучше. Но защищая эндокринологов, вы так нас пожалели, я хочу сказать, что я немножко жалею кардиологов. Потому что в отличие от кардиологов, у нас есть одно неиспоримое преимущество, когда мы строим эффективное лечение. Вот если мы сравним самоконтроль, измерение сахара в крови, и измерение артериального давления, то это один и тот же принцип мониторирования. То есть измеряешь, получаешь цифру, и думаешь, а правильно ли лечится, эффективно ли лечится. Но в отличие от вас, у нас есть гликированный гемоглобин. И есть целевые уровни. И вот когда мы уже в диагнозе пишем, целевой уровень гликированного гемоглобина, пускай будет 7,5, и сами это написали, мы должны сделать все за счет двойной, тройной, комбинированной с инсулином, инъекции, все, что в наших силах, чтобы этого уровня достичь. А если мы смотрим, что у пациента при целевом уровне 7,5, гликированный 9,2, 8,9, а мы ничего не делаем, вот это уже не клиническая инерция, это уже надо назвать не доработка, а врачебная ошибка. Здесь я считаю, что вот это. Но это сплошь и рядом. Да, это сплошь и рядом. Так, я с новыми силами пришел. Пожалуйста, вопросы еще. Да, нужно. Вы у нас, как бы, скажем, традиционный задаватель вопросов. Да, и если бы вы не спросили, я бы сам бы вас поднял, да. Спасибо. Спасибо. Ну, только два, не четыре. Только два года. В 15-м году. Да. Вот, человек хуже, да, за счет чего хуже? Несет повышенного или пользу. Ну, вот как конечно, и на суставе диабета, и глюкоза, и репортоксичность. Так в этой теме. Глюкоза, репортоксичность, вы убираете. А вот есть ли, если вы смотрели, не увеличивается ею, или репортоксичность? Скоро заканчиваем, скоро заканчиваем, да. Надо разбираться. Одного эндокринолога, два случая лактоцидоза, это очень много, потому что они все наперечут эти случаи, да. И, как правило, случаи там лактоцидоза, например, то же самое кетоцидоза на фоне приема ингибиторов RG-LT2, это, как правило, имеет какое-то обоснование. То ли это недодиагностирован ладодиабет, то ли, кажется, мы параллельно на этом фоне начинаем, кажется, резко снижать дозу инсулина, уходим, потому что сахар нормализуется, и как бы перебарщиваем с этим. Либо это еще какие-то, кажется, факторы, которые, кажется, исходно мы, кажется, не посмотрели. Или это еще, может быть, такой момент, как достаточно неадекватная большая доза метформина. Ну, как бы в сочетании со всем, понимаете, да. То есть надо разбираться в каждом конечном случае. Вот, может быть, не абстрактно строить вопрос про, там, скажем, НЭСКИ и, так скажем, те же самые свободные жирные кислоты, а именно клинически разобраться. Я бы так вам рекомендовал. Этих случаев всего в мире описано не то, что меньше 100, а эта цифра, ну, меньше 100 точно, да. Может быть, на уровне 30-40 звучит вот такое, кажется, вот у меня в памяти почему-то такая цифра, да. И каждый случай на контроле находится. Но, учитывая миллионы людей, которые лечатся, кажется, ингибиторами DPP-4, ингибиторы SGLT-2, миллионы, но каждая жизнь имеет, я понимаю, значение, все, и при этом при кетоцидозе риск, кажется, ну, смертности все-таки возрастает, все равно надо этому уделять внимание. И вы должны были бы написать вот эту карту, заполнить о неблагоприятном клиническом явлении. А вот вы это не сделали наверняка. А почему не сделали? Вот я не знаю, мы как-то все это не... И когда потом Минздрав говорит, ребята, да не сделали, у нас никто не сделал. Хоть кто-нибудь в жизни заполнял эту карту, скажите мне честно? Стационары заполняли акцию. Стационары, да, их... с ней провели работу, они заполняют, да. Амбулаторная сеть... В смысле репортируете в компанию, да? Нет, 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 это стандартная карта, которую Росздравнадзор, кажется, имеет. Вы можете зайти, просто, кажется, карта о нежелательном явлении Росздравнадзор, да, и вам сразу выпадает эта штука, вот, поэтому тут проблем нет. Ее надо заполнять и разбираться, да. Потому что когда потом спрашивают, они говорят, а никаких нету сложений, все нормально, все хорошо, что вы говорите-то? За три года там не пришло ни одного, кажется, ни одной карты не поступило. Больные худеют за счет глюкозурии, во-первых, да, это известный факт. По изучению композиционного состава тела исследования были... Александр Сергеевич Аметов. Да, и в том числе, да, кроме международных исследований. И было показано, что действительно уменьшается объем жировой ткани, и там и подкожный, и висцеральный идет уменьшение. Но вот то, что вы говорите, я не знаю, может быть, смещение метаболизма за счет того, что пациент постоянно теряет глюкозу и не восполняет. Это характер питания у него какой-то другой, да, у него дефицит углеводов, может быть, здесь какие-то смещения. Но, опять-таки, я думаю, что это частные случаи, нужно, да, смотреть в таком варианте, что там было. Имеет. Имеет. Если человек ограничивает поступление углеводов, занимается фитнесом и активно, понимаете, и ставит целью похудеть, то, возможно, там в фоне цикл замыкается, и, возможно, есть склонность к образованию кетонов. Кетонов, конечно. Какие-то простые вещи мы забываем. Вот, например, мы должны помнить, что в этом вот буквально сейчас сегодня начался пост великий, правильно, да. И многие наши больные, я имею в виду не нас с вами, а многие наши пациенты, они получают неизмененную сахароснижающую терапию. А вот, например, в отношении Рамадана, то есть масса работ, которые показывают в отношении этого препарата, этого препарата, где, кажется, больше, а где меньше гипогликемии. Потому что это очень, действительно, важная проблема. Человек, кажется, не ест, кажется, когда звезда ушла, кажется, все, он начинает есть, да, и много. Да, или потом наоборот. А здесь вообще другой характер. Здесь вообще другой характер, да. Поэтому я вас призываю, может, завтра приедут на работу, если к вам будут приходить все-таки вот ваши пациенты, вы спросите, как у вас в отношении поста. Да, да, нет, нет. И объясните, что есть какие-то есть проблемы, что, в принципе, в Библии предусматривают, что человек болеет, он может и не соблюдать. Шупоз в душе. Я так сказал бы. Так, хороший был вопрос. И еще маленький вопрос. Из молодежной части нашей аудитории вижу молодые незнакомые лица. Да. Это кто-то из ординаторов пришел. Да. Да. Правильно сказал. А откуда вы? Не скажут. Не скажут. Секрет. Ну что ж, вы стесняетесь-то. Ладно. Может, нет. Ладно. Так что это. Так. Ну, если вопросов нет, то мы свою программу выполнили, да. То есть, по времени, кажется, уложились в наше время. Чуть, кажется, была небольшая заминка с началом, вот, техническая. Ну. Не могли за 15 минут разобрать такой красивый случай, да. Поэтому всем вам желаю успехов в вашей клинической работе. Считаю, что мы очень хорошо все обсудили. Да. Я думаю, что все, что мы сказали, вы можете приложить в своей клинической работе. И спасибо всем организаторам, компании МСД и компании Инфомедфарм Диалог. Все. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ